МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это правило победителя международных интеллектуальных соревнований в Испании, Великобритании и Малайзии. Как отмечает учитель, главное в работе педагога – безграничный интерес к своему делу и желание совершенствоваться. Мой принцип – никогда не ограничиваться рамками урока, то есть постоянно жить, работаясь, жить детьми, заниматься с ними в любое время суток, отвечать на все их вопросы, учиться вместе с ними, самосовершенствоваться, потому что наш мир не стоит на месте, соответственно, если я заторможу, то притормозят и дети. Учащиеся региона, к слову, показали лучший за последние пять лет показатель на заключительном этапе Республиканской Олимпиады. На их счету 101 диплом и первое место среди областей. Всего с учетом республиканских конкурсов около 450 дипломов. Такой результат невозможен без ежедневного труда педагогов. Лучшие из них получают заслуженные награды от Гомельского облсполкома, областного совета депутатов и Министерства образования. В благодарность за многолетнюю плодотворную работу нагрудные знаки «Отличник образования». Почетное звание присуждается двум представительницам системы образования региона. Я безмерно горжусь тем, что мой скромный труд является частью великого дела в подготовке нового поколения учителей, воспитателей, тех, кто закладывает будущее нашей страны. У нас работают замечательные педагоги. Мы называем их учителя-учителей, ведь от них зависит, кто сегодня придет в школу, какие будут уроки, какой будет воспитатель, сколько любви и уважения, образования принесут они сегодня в наше учебное заведение. Тем временем речь не только о достижениях, но и о задачах на будущее. На главные аспекты во время своего выступления обращает внимание председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. Прежде всего, это недостаток учреждения образования шаговой доступности в новых микрорайонах. Как отметил губернатор, проблему местные власти решают всеми возможными способами. В частности, будет распространяться опыт строительства детских садов на первых этажах новостроек. Первоочередная же задача для всех сотрудников отрасли создание безопасных условий для детей. У Мирской области 1 сентября распахнут двери 524 школы с обновленными классами, кровлями, инженерными сетями, санузлами, оборудованными для пищеблоков. На эти и многие другие подготовительные мероприятия и засходовано 17,5 миллионов рублей. Кроме того, закуплено 20 школьных автобусов и почти 160 единиц технологических холодильных оборудований. Если задача власти ремонтировать школы, строить детские площадки, открывать секции, где каждый ребенок может реализовать свое право на качественное образование, проявить творчество, социальную активность, то к сердцу задача педагогов создать в школах такую атмосферу физического и человеческого комфорта, чтобы дети шли туда с удовольствием и чувствовали себя как дома. Губернатор подчеркнул необходимость продолжить работу по внедрению современных стандартов безопасности. В частности, речь о системах видеонаблюдения. На этот год выделены средства на создание проектно-сметной документации для 24 школ. Важно обращать внимание на школьное питание, а также плановые медицинские осмотры, которые должны быть не однократными, а системными в течение всего учебного года. Детей необходимо приучать следить за своим здоровьем с самого раннего возраста. Дмитрий Котов, Олеся Руденкова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова